Всех вас приветствую с большой радостью. Сегодня буду продолжать рассказ, как я уже сказала, о великом Аризале. И в прошлый раз мне не хватило времени, чтобы рассказать вам очень интересную историю о том, какого уровня был Аризаль. Вы помните, да, из прошлых лекций, что Аризалю было дано указание, что он должен покинуть Египет и приехать в Цфат. Вот в Цфат он приехал в 1570 году, очень потихонечку, не представляя никакого шума гамма, то есть потихонечку приехал и влился. И стал там жить. Ну и понятно, действовать тоже. Но что произошло, когда он жил в Цфате, произошел такой очень интересный случай, который тоже вам сейчас расскажу, одну историю, которая показывает, какого уровня был Аризаль на тот момент. Он был уже великим цедиком, но еще об этом никто пока что не знал, потому что он еще никому не открывался, даже своим учителям, у которых он учился раньше. Аризаль, когда познакомился с одним очень известным раввином, его звали Раф-Яков-Бераб, и его внуком был Раф-Яков-Абу-Лафия. И вот этот молодой раввин, он родился в Египте и часто ездил в Египет по своему бизнесу. А помните также, что Аризаль, почему он не хотел приселяться в Израиль, потому что ему пришлось бы заботиться о своей семье, о материальной стороне жизни. Потому что в Египте он полностью от этого был, так сказать, освобожден, и заботу о нем производил его зять. И вот у Аризаля тоже был свой магазин, и вот на этой теме с Раф-Яковом у них возник тоже такой, ну, конечно, не только на этой теме, но это был мотив того, что один раз вот Раф-Яков ехал в Египет и приходит к Аризалю, и Аризаль ему тут же с порога заявляет, говорит, «Я знаю, зачем ты пришел, я тебе вот написал уже письмо рекомендательное, все будет хорошо, тебе это письмо очень поможет, но знаешь, что твоя поездка, она имеет намного большее значение, и даже если тебе кажется, что ты не для выполнения медсвод, ты должен выполнить вот эту миссию, которая на тебя возложена». Ну, конечно, Раф-Яков на тот момент ничего не понял, но поехал, и действительно, письмо, которое ему написал Аризаля, оно открывало для него все совершенно двери, все свои дела он быстро совершенно закончил, просто вот как по мановению волшебной палочки. Всем шалом, дорогие друзья! Я рада, что вы здесь, вижу знакомые имена, и очень рада, что вы здесь опять. И, короче, все сделал, и приготовился ехать обратно, пришел покупать себе билет, ну, ехать обратно, там караваны ходили из верблюдов, верблюжьи караваны, но его знакомые сказали, подсказали ему там, как раз уходил караван в Святую Землю, и ему сказали, что нет, ты вот здесь вот на этом караване не едь, ты лучше купи себе хорошего осла и поедешь на следующем. Вот тут вот есть другой, другой уже там караван, отправляется в Святую Землю, там следующий будет. Ну, хорошо, Раф-Яков так и сделал, никаких проблем не было, хорошего ослика себе купил, на нем было гораздо удобнее ехать, оказывается, я вот не знала, что оказывается на осле путешествовать гораздо удобнее, чем на верблюде. Оказалось бы, наоборот, да, вот, и начали путешествия, Раф-Яков на своем осле, путешествие, надо сказать, было очень утомительным, пересекать пустыню Синай в это время, это было очень тяжело, было жарко, ну, караван, когда вот двигались люди, передвигались караванами, то там была уже охрана, то есть за все это оплачивалось в твоем билете, значит, который ты покупал, то есть уже оплачивалась и охрана. И вот это было совершенно изнурительное путешествие, возвращение домой, и вот те минуты, когда караван останавливался, когда были какие-то пальмы, чтобы можно было бы в теньке поспать, и вот Раф-Яков мог покушать финик, вот действительно где ценится вот этот фрукт, в жаркой пустыне сладкий финик, финик, насколько даст сил, и он настолько был благодарен Всевышнему, настолько с вдохновением говорил все благословения перед тем, как кушать финик. Ну и вот таким образом передвигались, и на одной из таких остановок, что произошло, Раф-Яков положил себе под голову свои вещи, решила немножко вздремнуть, ну и, короче, так вздремнул, что заснул на несколько часов, а когда проснулся, каравана уже в освояси и не было, тот уже ушел, и даже не было видно его и следа, где находится караван. Раф-Яков, конечно, забеспокоился, но он решил, что, в принципе, он может нагнать. Дорогин собрал быстренько свои вещи и стал ослика свою погонять, чтобы тот быстренько поскакал, и, в принципе, сначала было все нормально, потому что следы были на песке, вот каравана, который прошел недавно сравнительно, но где-то к вечеру поднялся, начал подниматься ветер в пустыне, и эти все следы все тут же замело, и Раф-Яков понял, что он окончательно потерялся, понятия он не имел, каким образом можно сориентироваться в пустыне, понятия не имел, что ему делать здесь было, во-первых, он заблудился, не знал, куда ехать, куда идти, во-вторых, могли напасть разбойники, в-третьих, могли напасть хищные звери, короче, положение было вообще безвыходным, он стал тут же молиться ко Всевышнему, что же делать, чтобы его спас Всевышний, потому что положение действительно было серьезно. Ну и он шел вот так вот без всякого направления, просто шел и молился. Вдруг смотрит, вдали видит стадо быков, которые, как бы он присмотрелся, увидел стадо быков, которые пахали землю, и один пахарь там был, вот один человек, который совершенно беспощадно бил вот этих вот быков, то одного, то другого. Раф Яков был очень удивлен этому, ну ладно, стал присматриваться дальше, и вдруг что видит? Вдруг этот, кто был погонщиком, превращается опять в быка, и другой, кто был быком, превращается в погонщика и начинает то же самое беспощадно бить других животных. И вот это вот постоянное перерождение вот этого вот человека в быка и бока в человека постоянно продолжалось. И когда только человек вот превращался из быка в человека, он тут же яростно начинал колотить вот этих вот быков. То есть Раф Яков подумал, что, наверное, у него и галлюцинации начались, или это вообще какой-то ему сон уже снится, потому что он в пустыне находится, может, его какой-то удар тепловой хватил, ничего не понимал. Стоял, смотрел, и уже тут солнце зашло, уже луна вышла на небо, и он увидел, что все вот эти вот его, не понял он, галлюцинации его было, или это реальные были персонажи. Они все превратились в людей, все быки, и пошли к нему. Он видит, что к нему они идут, и поздоровались с ним, и стали к нему обращаться, и сказали ему, что по вашему виду, по вашему костюму видно, что вы раввин, возвращающийся, видимо, и едущий в Израиль. Знаете ли вы такого известного раввина Ицхака Лурию, Аризаля? Потому что мы хотим к вам обратиться с просьбой, это единственный раввин, который нам может помочь. Ну, Рав Яков, конечно, обрадовался, он говорит, что, естественно, я знаю, что да, у меня было задание, Аризаля, я как раз вот возвращаюсь в ЦФАТ, чтобы с ним увидеться, и как раз к нему еду. Ну вот я, говорит, потерялся, и не могу найти дорогу. И тут взмолились вот эти все люди, сказали, что они просят, умоляют просто Рав Якова встретиться с Аризалем, и чтобы тот помог им изменить вот их текун, чтобы они уже обрели просто покой, потому что они настолько уже устали вот от того положения, в котором находились, вот в этой игре, да, погонщики и быки, что они просто умоляли, чтобы Рав Яков попросил Аризаля помочь им найти просто мир и успокоиться. Конечно, Рав Яков проникся огромным состраданием и пообещал им, что, конечно же, все так и будет, он все ему расскажет, и все нужную помощь, если это возможно, будет им представлено. И вот все эти люди, быки, странные создания, они проводили Рав Якова до каравана совершенно спокойно, и таким образом Рав Яков совершенно спокойно добрался до Цфата. Не отдыхая вообще, не передохнув, не зашедший домой, побежал просто к Аризалю с выбученной, как говорится, глазами рассказать, что произошло. Ну, Аризаль, как всегда, он уже тут же уже все знал, он ему сам все рассказал, что с ним произошло, и сказал ему, что вот эти люди, когда они еще были живы, дело в том, что они нарушали законы Торы. У них были произведены определенные нарушения, и за вот эти вот нарушения они были приговорены, вот им был вынесен такой приговор. Но Аризаль сказал Рав Якову, что ты можешь им помочь, если ты возьмешь на себя обязательства определенные, и рассказал ему, что нужно сделать. Рав Яков с огромным удовольствием согласился. И когда он сделал определенное количество постов, он молился определенным тоже образом очень много и очень долго, и также взял на себя тоже определенные страдания, сделал три таких очень важных аспекта, привел в исполнение. И когда он это сделал, он во сне увидел вот этих людей, людей, которые пришли к нему во сне, и очень-очень сильно благодарили его за то, что он помог им обрести спокойствие, мир, и вот исправить свой тикун. Вот такая замечательная история произошла, которая доказывает, показывает, насколько Аризаль был высочайшим каббалистом, высочайшим цадиком. Дальше что происходит? Мы с вами говорим о 1570 году. И как раз в это время, как вы помните, как раз ЦФАТ был огромнейшим центром, во-первых, культурным центром, процветал ЦФАТ, вы помните, я в прошлый раз рассказывала. И там был просто, ну вот, клад всех мудрецов. Кроме того, что там захоронены были мудрецы, тот же Раф Шимон Бар-Юха и его сын Лазар, и другие мудрецы, и также жили величайшие умы, величайшие светила. И как раз в это время величайшим светилом, который был на то время, кроме всех остальных, из них самый огромный, был как раз РАМАК. РАМАК – это акроним, это Раф Моше Кордоверу. И как раз вот Раф Моше Кордоверу и должен был как бы быть его переемником, быть цепочкой следующей в связи вот этой каббалистической, как раз должен был быть Аризаль. Но так как Аризаль, в принципе, там, представляете, наличие такой звезд вообще, бриллиантов, там никто и на него практически внимания не обращали. Ну, молодой раввин приехал, что он был 36 лет, вот, ну, понимали, конечно, видели, что он талантлив и тому подобное, но, тем не менее, никто не знал, даже его учителя, у кого-то он учился, те прежние учителя в Египте еще, которые были раньше вместе с ним и уже сейчас на данный момент были в Израиле, они не знали о настоящем лице Аризаля, кто он есть на самом деле. И вот Аризаль присоединяется к группе учеников Раф Моше Кордоверу, и в этой группе, как раз к этой группе принадлежал Раф Хаим Виталь, который будет переемником уже после Аризаля, да, понимаете, цепочку Раф Моше Кордоверу, потом Аризаль и учеником Аризаля, и переемником должен быть стать Раф Хаим Виталь. Вот они все были в одной группе, но, я как сказала, на Аризаль никто внимания не обратил, но, конечно, Раф Моше Кордоверу, он тут же увидел, что это, конечно, просто явление, которое находится на совершенно другом уровне, и он понял, что он будет его последователем. Но здесь была маленькая такая «но», маленькая сложность, потому что кабала, которую объяснял Раф Моше Кордоверу, она очень отличалась с кабалой, которую потом стал объяснять Аризаль. Это было два совершенно разных стиля. И что происходит? В 1570 году, как раз в том году, как раз, когда прибыл Аризаль в Израиль, в этом же году он там совсем немножко, как понимаете, побыл, вместе столкнулся вот с Моше Кордоверу, и в этом году же умирает Раф Моше Кордоверу. Умирает Рамак. Все, конечно, были в большом-большом, в большом очень трансе, в большой грусти. Все его ученики, население вообще всех окрестных деревень, все близживущие стали просить молиться ко всемышнему, чтобы вся болезнь это прошла, чтобы поскорее выздоровел их замечательный учитель, такой великий каббалист. Ну, все, в принципе, понимали они, что... Ну, надеялись, конечно, но ближайшие его ученики понимали, что он уходит, хотя не понимали, почему, потому что он был довольно молодым, ему было 48 лет только, а Раф Моше Кордоверу. И он уже стал буквально организировать пред смертью, показалось, что он находится без сознания, и вдруг он открыл глаза, и там рядом с ним находились самые ближайшие ученики, и говорит, говорит, я ухожу из этого мира, что сейчас вот то, что я скажу, это будут мои буквально последние слова, я хочу, чтобы вы знали, что после меня придет мой последователь, который откроет вам те тайны, которые я не смог открыть, потому что они были еще закрыты для других. А именно вот этому моему последователю они будут открыты, и благодаря ему все эти тайны, которые он для вас раскроет, они начнут распространяться, в принципе, по всему миру знания, вот эти каббалистические. Но не думайте, что это какие-то будут противо, будет одно противоречие, другому противоречие, потому что это совершенно другой стиль, и тем не менее этот человек, он является моим последователем, потому что все, что будет выходить из его уст, это как раз является истинной Торой. Ученики не могли понять, почему такими загадками говорил их учитель, они, конечно, хотели знать, кто будет этим последователем, потому что все думали на Рава Хаима Виталя, потому что он был более блестящий из всех его учеников. Думали на Рава Хаима Виталя, но как-то было странно вот эта речь Ромака, потому что он бы сказал, он бы такими какими-то витиеватыми фразами не говорил. То есть ученики поняли, что речь идет о другом совершенной человеке, и попросили раскрыть ему, кто этот будет, он сказал, что нет, я имя вам его не раскрою, но я вот только вам скажу, кто увидит, как же он сказал, он увидел что-то, он сказал, что перед моим гробом будет идти облачный столб, и вот кто увидит этот облачный столб, то есть кто сможет увидеть вот этот столб облачный, тот как раз и сможет, тот и будет моим последователем. Вот как-то он так передал свое сообщение. Ну и после этого к величайшему горю всех Рав Моше Кордоверу уходит из этого мира, и на его похоронах естественно все происходит по плану, по схеме уже заданной, то есть процессия проходит по городу, пока его гроб несут на захоронение, и здесь произошли ряд таких событий тоже интересные, короче, его должны были захоронить в одном месте, а захоронили в другом, тем не менее, почему-то в другое место перенесли, то есть была выкопана могила, то есть это, и это знали немного, немного количество человек, вот, то есть около каждой синагоги процесс останавливался, там читался кадиш, и вот в конце концов, когда уже произошло, уже донесли гроб с ровем уже до нужного места, вдруг тоже случилась какая-то непонятная вещь, то есть вот этот вот, кто вел эту церемонию, Талмидим, один Талмид Хахам, он дает слово, дает слово как раз Аризалю, это никто не понимал, почему, потому что Аризаль был вновь, он недавно только приехал в Израиль, он не пользовался, не пользовался никакой популярностью, он никому не открывал вообще не своей тайны, кто он такой на самом деле является, и, ну, вы понимаете, в обществе, где уже есть определенные иерархии, то есть это было, как это так, такая честь вообще говорить на погребении великого учителя, передается право, передается право какому-то человеку, раввину, который, в принципе, и вообще, к тому же, еще и молодой был, ему было 36 лет, но тем не менее, и здесь, на вот этом, в этой речи Аризаль объяснил связь греха и смерти, потому что в книге Дворим говорится о том, что наказание за грех это смерть, но он очень, очень тонко объяснил, что великий цадик, ему, у него нет никакого греха, и у него нет наказания для смерти, смертью, да, от чего-то, то есть, и он хорошо очень объяснил, там связано со словами еврейскими дерево, как оно переводится, короче, он объяснил, что этот грех, он связан именно с познанием дерева познания добра и зла, потому что мы знаем, что смерть вошла в человека тогда, когда он отсоединился от дерева познания жизни, и подсоединился к дереву познания добра и зла, и вот в этом как раз сроки являлся грех, то есть, объяснил Аризаль то, что Моше Курдоверу умирает не потому, что на нем был какой-то грех, а потому, что мы все унаследовали грех Адама, и все обязаны пройти вот этот процесс смерти. Ну, и дальше, когда уже все захоронили великого учителя, все разошлись, и осталось там маленькие, только там несколько буквально человек, самые преданные ученики, самые преданные ученики, которые не хотели расставаться вообще со своим учителем, и там же остался и Аризаль, и они вот спросили того Талмитха Хама, почему он вызвал прочитать вот эту заключительную речь Аризаля, где вообще секрет, почему этот неизвестный раввин для них стал, было ему дано такое вообще право, такая почесть. И тот объяснил, что мы, когда готовили могилу, мы как раз видели, что именно Аризаль, именно Ицхак Лури как раз указывал вот этот путь и говорил, что вот там есть, здесь не ройте, что здесь есть облако Всевышнего, вот и привез, привел им к тому месту, не к тому, где они хотели захоронить, где в основном все великие там были захоронены, а именно к другому, где должен был захоронен быть Мушет Курдовера. То есть они по этому признаку, а потом сам их учитель перед смертью об этом же и сказал, то есть они по этому признаку, он понял, вот этот Алмитхахам, что переемником Мушет Курдовера станет Аризаль. И таким образом он все это рассказал, и вот эти маленькое количество людей, они взмолились, они поняли, они тут же приняли эту истину, эту суть, что так оно и есть, они взмолились перед Аризалем, чтобы тот принял их своими учениками и начал поскорее просто не терять, чтобы ни минуты, ни секунды и не дай бог ни одного дня, чтобы тут же начал им объяснять. Ну, Аризаль сначала не хотел, но как бы он поддался этим большим уговорам их с их стороны и согласился. Смотрите, дорогие друзья, сейчас без 5,5. Я могу вам рассказать еще, каким образом с Хаим Виталем встретился Аризаль, или уже мы оставим это на следующий раз. Напишите, пожалуйста, вы как хотите сегодня это услышать или на следующий раз. Я вообще планировала сегодня, но вот так интересно вообще все рассказывается, что коротко не получается. Мне хочется вот в подробности входить и рассказывать вам немножко более так глубоко, а не просто там говорить 2-3 слова. Скажите мне, пожалуйста, поставьте плюсики, если вы хотите сейчас или в следующий раз продолжим. Вот. Так что, значит, реальность какая? Реальность в том, что Аризаль на данный момент не является, рассказывайте так, Зоя, хорошо, не является популярной личностью, лишь только маленькая часть вот этого учеников, которые на кладбище находились. Хочется еще. Хорошо, ну тогда продолжаю. Если кто не успеет, тогда может потом посмотреть в записи. Как произошла встреча с Рави Хаим Виталем, это же тоже, это же вообще страшно, интересно, потому что, в принципе, из-за Рави Хаим Виталя был прислан Аризаль в Израиль, потому что он в Египте там замечательно в хижине в своей изучал, соединялся, вообще там получал Двикут, соединялся, улетал, там жил в верхних мирах практически, и в принципе его смысл переезда это было передать свои знания Рави Хаим Виталю. И, смотрите, в тот момент, когда умирает Рав Мушекурдоверу, Рав Хаим Виталь не был в Сфате, он был в Дамаске, он там изучал какой-то очень сложный, сложный, сложный комментарий делал к Зоару и наткнулся на препятствие, он не мог объяснить одного места, то есть он начинал объяснять, находил объяснение, потом казалось ему, что все-все было логически, все-все, и вдруг натыкался на другое, на другую какую-то трудность, начинал, зацепил за эту трудность, и то, что он уже объяснял раньше, не было никакого совершенно уже объяснения того, что раньше было, то есть он понял, что он находится в каком-то лабиринте, просто из которого нет выхода, что здесь ему нужна какая-то помощь, помощь свыше, потому что он пришел полный, вообще полный, ну, перед закрытой дверью оказался, не мог ничего объяснить, и как раз получает он весть от, а, и что, еще что произошло, он постоянно видел сны, в которых ему говорилось о том, что он должен поехать и встретиться с Аризалем и начать с ним общаться, учиться у него, но он не хотел этого делать, потому что он не понимал, кто такой Аризален, он его не знал, он думал, что это какой-то молодой выскочка, который тут приехал в ЦФАТ, и вот, но дело в том, что когда вот он уже уже много раз сидел, сидел, бился вот над этим комментарием Зоора и понял уже, что другого выхода нет, и опять увидел этот сон, езжая в ЦФАТ и встретился с Аризалем, тогда он понял, что да, это нужно сделать, потому что уже больше у него не было причин отказываться от этого, хотя он совершенно не хотел этого делать, и приезжает он, предпринял очень-очень длительный путь, он взял с собой все свои книги, все свои свитки, там приготовился, все свои, целый-целый там огромный багаж своих духовных знаний, все книги, приготовился встречаться с Аризалем, вот, предпринял длительный, изнурительный путь из Дамаска, стал, приехал уже в ЦФАТ, стал искать, стал спрашивать, где он живет, там ему люди рассказали, где он приезжает к дому, где живет, где жил, спасибо, спасибо большое, спасибо Зоя, где жил Аризаль, стучится в дверь, и тот, кто ему открыл дверь, сказал, что Аризаль дома нету, а где он, да он в своем магазине говорит, он в обычном в это время не находится дома, первый шок для Хаима Виталия был, как это дома, а где же, как же он может находиться в магазине, то есть, цадик должен быть дома изучать Тору, ну ладно, он пошел туда в магазин, к нему магазин, он не был далеко, и, подходя к магазину, через окно видит, что Аризаль, Рафыцхаклурия, склонился над счетными книгами, то есть, это было явно, что он занимается своим бизнесом, и здесь у Хаима Виталия такой протест возник опять, ой, как я могу вообще сюда зайти, этот человек, что он мне может объяснить, на какую тему я с ним буду общаться, если он вообще занимается мирскими делами, он там книги свои счетные смотрит, в магазине в своем сидит, когда человек, изучающий Тору, он должен полностью посвятить свою жизнь изучению Торы, а не считать там, чтобы у него дебет с кредитом сходился, и он уже повернулся, хотел уйти, ведомость своими эмоциями, своим возмущением, как часто нас охватывают вот эти вот наши импульс такой, ух, мне кажется так, у каждого своя картина в голове, правда, вот это подтверждение вот этой своей картины, даже, несмотря на то, что великий мудрец, и тут, а Резали-то он знал, что пришел, он же все знал, он же как волшебник такой, он все видит, все знает, он знает, что там у людей на лбу написано, и он ему сказал, вдруг крикнул, там, дорогой господин, что вы хотите купить, чем я вам могу быть полезен, тот ему говорит, да нет, спасибо, уже ничего, потому что я вижу, что вы не как раз, ничего мне не нужно, уже я уже все увидел, все что понял, все что мне нужно, и здесь, Ицхак Лурия, он понял, что здесь уже настал момент, когда нужно этот момент использовал, и стал, открыл рот, из этого рта полилось, вот это вот полилось изобилие, это река, которая дает жизнь, вода жизни, и Аризаль, конечно, просто, говоря, примитивным языком, просто обалдел, ну, нельзя так говорить, грубо звучит, но он настолько был изумлен, что он стал слушать, действительно, с открытым ртом все, что ему говорит Аризаль, и понял, что он, причем Аризаль ему говорил именно о том, отрывке Зоора, над которым он работал, а тот же ведь ему ничего не сказал, и вот сколько времени продлилась эта беседа, там время просто остановилось, и потом Раф Хаим Виталь сказал Аризальу, Боже мой, говорит, вы имке столько объяснили, это столько вообще, такая мудрость, просто потрясающая, но ведь вы мне не объяснили, вот, вот именно то место, вот почему, как, что у меня там не сходилось, то есть он ему на тему объяснял, но конкретно, где там была вот та вот зацепка, вот тот ему не объяснил, ну, на что Аризаль ему ответил, что, смотри, я тебе раскрыл именно то, что мне, на что мне дало разрешение неба, раскрыть тебе знания, а обо всем остальном, это не моя забота, так сказать, это ты сам позаботишься о том, чтобы было бы, пока что я получил разрешение раскрыть тебе вот только эти знания, ну, и они расстались, на следующий день опять встретились, но вот именно вот в эту ночь, когда, когда Раф Хаим Виталь услышал Аризали, как он ему, что объяснял, и тот ему сказал, что ему не было разрешено, дано разрешение раскрыть больше секретов Хаиму Виталью, тогда он понял, что здесь он должен поработать над своим эгоизмом, над своим самомнением, и он стал страстно молиться, страстно плакать, просить Всевышнего для того, чтобы тот позволил ему быть учеником Аризали. И когда на следующий день они снова встретились, еще до того, как Аризаль вышел из своего дома до рассвета солнца, уже Раф Хаим Виталь уже был у его дома и постучал в дверь, и когда ему Аризали открыл дверь, он просто упал к его ногам, стал целовать его ноги, сказал, умолять его стал, пожалуйста, возьми меня в свои ученики, я все готов всем пожертвовать, лишь бы только ты меня взял своим учеником. И тогда ему Аризали сказал, что благодаря твоим молитвам, которые ты сегодня совершил, ночью мне дано было разрешение, чтобы ты был моим учеником. Вот такая история, на которую сегодня я закончу свой рассказ, дорогие мои друзья. Вот когда рассказывала последние слова, аж мурашки по коже пошли, насколько меня это очень вдохновляет, и я это воспринимаю, все эти биографии, как будто бы я там лично нахожусь и вижу все вот это происходящее. В следующий раз, как произошли уже, каким образом происходило взаимодействие, как учился Рафхайм Виталь у Аризали, обо всем этом буду вам рассказывать в следующие разы. Желаю вам, дорогие друзья, всех-всех благословений, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вот эти сложные три недели, в которые больше всего может раскрыться света для всех нас, были для вас буквально благословением, мы открыли для вас огромные дороги в ваших жизнях для возвышения вашей духовности и для улучшения вообще в целом вашей жизни. Всего вам доброго, всех благословений, до следующего вторника. До свидания, дорогие мои.